здравствуйте друзья у вас на экранах светлана которая была уже однажды на ваших экранах там пару месяцев назад светлана живет в лос-анджелесе мы с ней делали такое интервью это кстати было первое интервью что я в skype записал вот кстати такой юбилей у нас годовщина и мы выяснили что светлана делает миллион разных дел сразу у нее беспокойная жизнь она не знаю когда она спать успевает очень много много всего делает по основной своей специальности профессии и так я понимаю на сегодня способу там заработка светлана у нас преподает английский правильно говорю причем преподает живьем в лос-анджелесе и преподает в онлайне там по всему миру и я светлана значит подбил чтобы мы такой урок сейчас сделали и я как как способный ученик ну то есть способная 25 лет слушал ушами я может уже не в таком возрасте когда легко подхватывается во всяком случае будем считать меня способным учеником знаете как это вот знаете что мне напоминает как пугачёвы и галкин значит да вы как с этим примадонна английского языка а я подающий надежды еврейский мальчик значит вот значит который будет у вас подхватывать значит давайте мы полезное что-то сделаем то есть уговор был такой что светлана что такое продемонстрирует максимально полезное и интересное разным аудиториям разным категориям зрителей так что такое базовое типа основные ошибки которые люди совершают и как их избегать да ну вот из опыта давайте вы теперь будете учитель я теперь учусь вот начало всем добрый день и вот и сегодня на примерах мы рассмотрим типичные ошибки в английском языке начинающих или таких более продвинутых давайте рассмотрим все начнем с ошибки начинающих и так далее самая распространенная ошибка начинающих это я на своем примере могу сказать и на примере своих преподавателей потому что наша школа работает много преподавателей школа называется English USA это и онлайн занятие и живой в Санжелесе и начнем разберем несколько ошибок несколько основных ошибок ошибки начинающих в грамматике самые первые первичные такие ошибки это когда студенты ученики не отвечают когда нужно употреблять глагол to be а в каких случаях остальные глаколы да это большая такая ошибка самая крупная и рассмотрим на примере допустим если я спрашиваю вопрос где вы были вчера начинают там придумывать добавлять дзит и что-то еще на самом деле как как никогда бы переводить то есть я отвечаю или вопрос перевести просто перевести вопрос where have you been yesterday ну нет можно сказать с частью глагола to be а to be то есть спросить где были вчера to be where were you yesterday where were you yesterday да правильно это то что я пытался сказать where were you yesterday окей но самое главное вы не используете никаких дзит тут не используете на самом деле правильно where were you yesterday отлично то есть где вы были вчера никаких дзит ничего не нужно то есть нужно отвечать в каких случаях у нас было to be в каких мы используем все остальные глаголы то есть существует две различные таблицы глагол to be он переводится быть есть являться находиться и главное правило английского языка что в каждом предложении должен быть глагол в русском не обязательно в русском можно сказать допустим я сейчас дома мы вообще не используем глагол в английском обязательно нужно использовать глагол в каждом предложении давайте следующий такой легкий пример я сейчас дома i'm home i'm home today right now i'm home now но если полностью говорить не сокращенно i'm i am i am at home i am at home это правильный да луриан ну в америке искорщик говорит i'm home обязательно нужно использовать глагол to be i am i am i am i am at home next следующий ошибки допустим а кстати не звоните нам завтра нас не будет дома мы будем на работе то есть я говорю человеку ты мне завтра не звони меня не будет дома я буду на работе а просто перевод don't call me tomorrow i'll be out of home i'll be at work правильно вот don't be это появительное наклонение а некоторые говорят там will not call me или что-то еще нет это появительное наклонение или если наклонение нет времени вообще поэтому don't call me правильно i will be at home многие говорят i will at home а где сам глагол-то i will be at home ok i will not be at home или если не будут i will not be at home некоторые начинают сразу сокращать и говорят i won't это сокращено will not но воспринимается на слов как будто бы want там длинненький такой i won't be i won't ну да это так ну лучше так не говорить пока не в совершенстве английским лучше говорить i will not be at home как бы лучше звучать окей это ошибки начинающие также следующие относятся к предлоге допустим как сказать я вам перезвоню через пять минут i will call you in five minutes правильно in five minutes говорят как угодно но только не in at five through five вообще как это буду но это в значении through это через через забор это дословный перевод да нельзя в этом случае здесь употреблять это неправильно будет in five minutes также ошибки с временами я позвоню в пять как сказать я позвоню в пять i will call at five at five вот правильно а говорят любые слова только не at five on five by five around five ну еще можно так правильно будет at five с днями недели какой предлог употребляется если мы про дни недели говорим i'll call you on monday on monday должно быть в предлоге on без исключения нет следующими ошибками относятся когда употребление глаголов следующий за ним предлогом допустим это зависит от вас как правильно сказать it depends on you on you в этом предложении бывает множество ошибок говорят it's почему it's не нужно никаких it's it depends on you должен быть предлог on вы знаете что очень часто я замечаю что многие люди иногда ты говоришь it's it's в другом контексте в другом смысле но у них it и it's все время it's они не различают что где-то ты должен сказать it is it's а они всегда говорят it's даже там где it я это часто замечал это очень частая ошибка для начинающих да 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 это частая ошибка и так как предлоги не совпадают в русском языке мы говорим это зависит от тебя должен быть предлог они считают что form нет никакой не form it depends on так же множество таких же вариантов или можно сказать это зависит от тебя если я сленгом допустим it's up to you а это сленг? ну это как бы считается сленг но сейчас по-моему даже уже не сленг потому что what's up сейчас тоже не сленг у нас даже в институте говорят what's up to you на самом деле изначально это был сленг да можно и сказать it's up to you следующие ошибки это в произношении произношение долгой и короткой и по-моему уже затрагивает эту тему как допустим я уже боюсь сказать слово пляж лучше не бояться говорить нужно это на улыбке потому что я уже рассказывала о том что американцы у них многие звуки произошли и речевой парад сформировался от их манеры говорить все американцы говорят на улыбке наверное вы это замечали да? они такие улыбающиеся поэтому нам трудно мы вот такие говорим а не такие говорят угрюмые русские поэтому у нас даже такого звука не длинный и бивич и длинный и та же самое я не знаю Там еще H специфический такой, не H, а HELL. Не как в слове хлеб. Русские говорят, допустим, я, I live, вот уже вот пример русский такой. I live, длинно и, in Hollywood. Или они говорят не Холливуд, даже вот так произносят. То есть, я покидаю Холливуд. Да, вообще другое значение. Потому что I live, я живу, I live. Я длинную это покидаю. В Холливуд звуки произносят, как внутри формируется звук. Не как в русском хлеб, а голос. Холливуд. Холливуд. Но подождите, вы сказали как долго и, вот скажем, бич, я понял, бич. А про собачку, бич, да, как-то, это как? Ну, я уж не буду произносить слово, но оно произносит среднее между и и и. Но можно другой пример. Ну, коротенько так, бич. Да, и при этом губы не в улыбке, а как будто бы такой взгляд. Не взгляд, а выражение лицак строгое, и губы не в улыбке. То есть там, где длинное, там как американец, а там, где короткое, там как русский. А русские всегда говорят в своей привычной манере, не улыбаясь, поэтому получается слово не походяло. Так. Это мы сравнили, когда короткое и длинное. Следующее произношение звуков TH. H. Это вообще отдельная подмога. TH произносится, правильно, либо F, либо V. От чего это зависит? Когда она стоит в начале местоимения и между гласами, она должна произноситься как Z. 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 Это не Z, это не SE, и не русское F, как слой флаг, нет. Это язык между звуков, и кончик языка между звуков. Либо Z, либо F. Как я сказала, как V, она произносится в начале местоимений. Например, допустим, they, they, они. They. Не they. Вы специально так коротко держите, чтобы видно было, да? Специально, да. Видно? Да, видно, видно как. Окей. Языком хорошо, так. They. They. Только кончик, не нужно там весь язык голосовать, конечно, нет, слегка. They. У нас многие могли бы как следует язык показать, но это не нужно. Это не требуется. Не требуется, так. Для этого процесса, для произношения. They. 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 Это в начале местаимений. Между гласными. Пример. Можем привести, допустим, между гласными. Между гласными бывает иногда. Она тоже произносится как the. В других случаях она произносится как the. Допустим, thanks. 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 Русский говорит thanks. Нет, никакой не thanks. 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 И не thanks. Там ни в коем случае не будет. И не русское фе. Я американца спрашиваю, говорю, вам чувствуется разница, когда мы говорим, допустим, фе, как в слове глас, допустим, И фе американский. Он говорит, конечно, совершенно два разных звуков. И фе. Вот допустим, это пример. Слово думал. Как мы скажем? I thought. Thought. Язык между словами. Угу. Или, допустим, сражаться. I fought. Фот. Вот совершенно два разных звука, да? Fought. Фот. Ну, там сложный такой, там G, там, ну, да, Fought, я бы не стал вот этого делать, вот этого вот, Fought, I Fought. То, то, все равно язык между зубами, а в слове сражаться, fight, там обычное F, как в русском языке, fight, Fought, Fought. Поэтому здесь я скажу, I Fought, непонятно, то ли сражал, то ли думал. Если сражаться надо четко говорить, как русское F, Fought, I Fought. Это очень сложно, в русском языке такого звука нет, но нужно всегда вспоминать, я всегда такой пример говорю, у меня есть американцы, которые занимаются изучать русский язык, и, допустим, мы учим звук Y, вы знаете, в английском языке нет Y, я им говорю, скажите слово мышь, они говорят муж, я говорю, мышь, а не муж, говорю, ну, говорю же муж, то есть они не понимают разницы, у них, видимо, слуховый аппарат не воспринимает Y, и они даже эту разницу не слышат. И для них это одно и то же, а для нас же русских это понятно, что это два совершенно... Слово. Понятно. Поэтому также CD и их аналоги в русском языке, это F, допустим, слово flag, и V, сложный язык. Вот, это самые сложные языки. Разобрали. Окей, следующий. Вы знаете что, я, может быть, такой комментарий сделаю, поскольку я всё время там на YouTube, и у меня уроки есть ещё на английском языке, я некоторые вывешиваю там из вебинаров, которые я веду, ну, так, для примеров, и я подметил одну интересную особенность. Вот, если я включу субтитры гугловские, чтобы Google меня, соответственно, значит, в английский язык субтитрами, и я смотрю, что вот некоторые вещи я говорю, он меня понять вообще не может, а некоторые я могу там даже пару минут говорить, и он дословно просто подхватывает каждое слово. Обычно это я помедленнее говорю, так я, может быть, больше стараюсь, но я хочу сказать, что если ты думаешь, вот нас поймут или не поймут, да, вот вы говорите, вы его спрашиваете, там, поймёт вот это или чувствует вот это, а вот попробуйте на Google на видео записать, так, вот раз и два, и посмотрите, как он поймёт. Вот, это интересная такая вот мулька. Так. Ну, это, ну, лучше танцы американцы. Это, конечно, это, конечно. Первый раз, когда я приеду, было много приключений, очень много неправильного там произношения, начиная со слова water, когда я говорю своим британским акцентом, в школе же мы изучали, в институте британский, water. Water, water. Они говорили, они говорили, они говорили, окей, я говорю, что окей, water. Вот, water. И там, water, там вообще на а качает, вот, а. Вот вы там приводили пример, как человек переводил предлог, там, through переводил как через, да? И там, или наоборот, он через переводил как through. Я знаю смешной очень эпизод, когда женщина, ну, относительно новенькая, ей не поменяли бельё в номере гостиничном. И она долго строила фразу, что она сейчас пойдёт и там на фронт-деске скажет, что ей бельё не поменяли. И она взяла словарь, и там эти слова собирала до кучи, и всё это выписывала. И на слово бельё у неё получилось слово underwear. И она пришла на фронт-деск и, значит, говорит этому сотруднику, она говорит, When are you going to change my underwear? На что тот не растерялся? Нет, он сказал, should I? Нет, не удивился мальчик там был, да? Ну, в общем, я к чему говорю, что прямой перевод обычно стрёмная штука. Ну да, дословно, конечно, нельзя переводить. А через карту нет. Поэтому существует, конечно же, правило. А вот вы говорите, что люди не используют глагол to be, а используют вместо этого там какой-нибудь другой глагол. А как быть-то? Хорошо, вот он использует неправильно. Но вопрос, Салюш, решение-то где? Решение, ну, во-первых, нужно выучить таблицу глагола to be. И понимать, как я уже рассказывала, правило, что в каждом предложении должен быть глагол. Так. В английском. Если мы переводим русское предложение, в котором нет глагола, мы должны добавить глагол to be в это предложение. Допустим, я студент. I am a student. Да. Можно добавить m. Я есть студент. Поэтому на занятиях мы разбираем, составляем две таблицы. Первая таблица – это глагол to be, где мы расписываем его три времени, у глагола to be только три времени. И таблица остальных глаголов, где самый распространён 12 времён, а на самом деле их 16, это уже не глагол to be, это любой другой глагол. Мы рассматриваем в примере, допустим, глагол работы. Ворок. Только чтобы не напугали людей, что я, например, ни одного времени не знаю, я просто говорю, как люди говорят, так слушаешь и говоришь. Это вам, может быть, правила мешают, я даже не знаю, как же так. Нет, вам же я не пишаю. Нет? Ну, хорошо. Так. Нет, ну вообще такая информация. Информация – это, так скажем, блок разных данных. Их нужно будет собрать вместе, классифицировать и потом просто их использовать. Я говорю, это как таблица умножения, ничего сложного нет, я это выучила ещё в школе. То есть в 6 классе мы сдавали экзамен. В конце каждого года же раньше в России сдавали выпускные экзамены. Ну, не в Москве. В Москве в конце каждого года. Не выпускные, а как они назывались? По окончании каждого класса. А в 6-7 у нас был английский, потому что у меня была английская школа. Это, видимо, мы с вами в разное время учились в Москве. Потому что в наше время экзамены были только в 8 классе и в 10 на выходе. А, ну, может быть, может быть. В 10-м я уже не знала, в 10-м мы это уже отменили, к сожалению, и потом в 11-м. Удобно как так. Ну, как вот один год отдохнули. Ну, у меня жена училась в Киеве, и так там каждый год были экзамены, действительно, там парочка. То есть мы сдавали в 6-м классе все эти времена, то есть ничего сложного нет. Это главное взяться за это и не учить. И многие говорят, ой, как себя там мотивировать, каким образом, не знаю. Для меня лучшая мотивация – это представить свое будущее, то есть кто себя представляет. Лучше в дальнейшем, нужно ли тебе это или нет. Конечно, тяжело, но я как представлю, что если не учиться, то работать творником или кем-то еще. Вот это лучшая мотивация. А вот с точки зрения предлогов, например, да? Вот я не учил никак, вот так сложилось просто. Но я же слышу, как люди говорят там про день, неделю, там про еще что-то. То есть, может быть, надо просто кино смотреть, я не знаю, газеты там читать, ну, журналы, может быть, на интернете что-то. И ты подхватишь просто оттуда или как? Или не подхватывается? Не все подхватывают. Однозначно просто люди разные. У всех разная память. У кого-то визуальная, у кого-то аудио память. Кто-то учит только все через брошку. Есть такие люди. Лучше, конечно, делать все в комплексе, однозначно. Но не все же правильно говорят и неправильно общаются, кто просто приехал и не учится. Или никогда не учили английский. Нет, они говорят на разговорном уровне с ошибками. Ну, мы же говорим, называем программ English, который правильный английский. Но в дополнение к изучению, конечно, обязательно нужно смотреть. Вот, допустим, я ученикам даю задание. У нас есть форум, где я там выкладываю каждый день задание и постоянно, регулярные задания с видео. То есть там будет видео определенное и нужно ответить на вопрос. Допустим, выразить свое мнение по данному видео, написать комментарий. Видео обязательно, нужно. И мы смотрим и британские, и американские. Потому что в основном в России учат британский вариант. А почему это? Ну, почему-то так принято изначально. В России же медленно все эти реформы проходят. Но на самом деле сейчас везде практически изучают уже американский вариант. Допустим, когда учатся китайцы, мы только американский учим. Они даже не знают, что такое слово Q. Поэтому всегда в школе походили, что это Q, Q это очередь. Да, а что это? Еще что-то? В Америке же так не говорят. Не говорят, guideline. Line. Line? In the line? Можно говорить, да? Вы стоите в очереди. По-немецки хорошее слово для очереди. Шланг. Хорошо. Шланг. Ну, интересно. Вот. И поэтому и в дополнение к видео обязательно нужно много читать. Обязательно. Любую интересную литературу. Читать хотя бы какие-то статьи. Если это профессиональные, то профессиональные. Потому что необходимо видеть, как правильно строится предложение. Каким это образом это все группируется. Читать с тем, чтобы каждое слово обязательно в словарь там и заучивать, и выписывать. Или читать просто, если я 30% понял, я говорю, я пойму 30%, а в следующий раз буду читать, пойму 35%. Вот как? Лучше комбинировать. Некоторые слова, конечно, выписывать, но не обязательно их заучивать. И потом просто разбивать память таким образом, чтобы вспоминать, как то слово переводится, когда уже его проходили когда-то, когда оно уже встречалось, что оно обозначало. Но именно много читать. Потому что просто учить слова в отрыве от текста – это бесполезно. То есть человек их потом не запоминает. Если составлять с ним предложение – окей. Мой опыт такой, что вот бывает, читаешь – читаешь, и там какое-нибудь слово, и ты уже начинаешь его ненавидеть. Оно вылезает тут, вылезает там, и ты уже идешь и вот смотришь, что за слово, и уже вспоминается навсегда. То есть оно должно вот за горло тебя взять, чтобы запомниться. Потому что если ты по факту неизвестности его выписываешь, то что-то такое может запомниться. Я, например, 25 лет назад выписывал слова. И запомнил, где-то попалось мне слово «Dicabras» – «Procupine». Понимаете? И я его запомнил. И никогда в жизни я больше не встречал за 25 лет этого «Procupine». И еще было слово «Astentacious» – «показной». И оно мне тогда понравилось, я его запомнил. И с тех пор, ну, может быть, раза два где-то встречал. Но очень редко. Я не знаю, может, я не то читаю или не то смотрю. Но, ну, так вот. То есть можно заучивать, но как-то очень выборочно запоминается, хочу сказать. Ну да. Нет, я не говорю, что все слова в жизни когда-то пригодятся. Но для расширения словарного запаса… Ну, есть люди, которые темноправно учат, допустим, как я уже говорил, только бизнес английский, а не только эти слова знают. А вот бизнес английский – это что? Вот чем бизнес английский отличается от нормального английского? Вот мы ходим по улице и говорим. Бизнес – это как? Терминология просто какая-то? Терминология. Совершают другие тексты. В основном это по определенной специальности. Допустим, E-commerce сейчас многих интересует. Они хотят и английский выучить, за одно здание получить. E-commerce, то есть реклама в интернете. В интернете, мобильных, в мобильных предложениях. Или, допустим, многие сейчас учат у нас из всего направления Real Estate. Да. Хотят сразу и английский выучить, и профессию выучить. Почему нет? Ну, подождите. Профессию – это люди, которые живут в Америке? Ну, они планируют в Америку. Почему нет? Это же не один день учить. Это занимает время. То есть пока они в России учат, потом приезжают, задают на Real Estate, у них уже профессия есть. Инженерторы. Надо сказать, что когда лицензии всякие сдаешь, мне приходилось, ты открываешь для себя, что те слова, которые ты давно знал, имеют совершенно другое значение. Примительно вот к той или иной профессии. Вот в частности в Real Estate там очень много такого. А я еще страховой ласенс получал. Там мама родная, там, думаешь, да чего допрыгались-то. Ну да, кому что интересно. А вот по части пользования словарями. Мы в свое время, когда уезжали там 25 лет назад, словари были бумажные. И какие-то мы с собой. Вот Мюллер был очень популярный словарь. Потом там еще такие были маленькие, карманные, там, на пять тысяч слов. Я как-то взял… я с собой взял еще русско-французский или там… да, русско-французский. И будучи в Париже лет через десять, у меня была изжога. Я зашел в аптеку, я им показываю вот это, вот это. Значит, и они смотрят на меня, смотрят туда, смотрят сюда, чешут репу. Потом говорят «heartburn». Спрашивают они по-английски. Я говорю «ну да». То есть вот… я просто чему говорю, что словарь как бы русско-французский, но там такое слово, что французы его не понимают. Есть словари нормальные? Вот какой бы словарь вы посоветовали человеку? Или это в онлайне, может быть, какой-то, я не знаю, сейчас в онлайне, наверное, проще? Конечно. В чем словарь, что сейчас никто не пользуется бумажными? А, вот есть такое, да? А я чувствовал, что это неправильно. Вот я как чувствовал. Что бумажные словари, наверное? Да, но нет, но нет пользоваться. Но тогда не было других. Листаешь, листаешь, листаешь. Ну да, да, да. Когда я была в школе, я даже на каждую букву там закладку сделал. Думаю, когда же появится что-то автоматическое. Вот с интернетом. Хорошо. Вот какой словарь вы посоветовали начинающему? Dictionary.com. Это американский вариант. Там произношение, транскрипция, написание и explanation, там все определение. То есть вы доверяете тому звучанию, которое там есть? Dictionary.com, да. Dictionary.com, да. Это фрагмент. Dictionary.com. 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 Для тех, у кого начальный уровень, можно пользоваться. Ну, для примера, самый элементарный, это, допустим, Яндекс.Словари. Яндекс? Это не какой-то лингвистический Яндекс.Словари, да? Яндекс.Словари. Никогда не знал. Ну, в чем там плюс? Там самые распространенные, во-первых, варианты, потому что Яндекс там как-то их отслеживает, группирует, самые распространенные варианты по переводу, потому что там не так много вариантов, потому что есть линговый словарь, ну, там 500 вариантов. А в Яндекс там 5-6 обычных переводов, и там удобно тем, что там есть транскрипция. Но минус в том, что там приданский вариант, поэтому яндекс.Словари. А есть словари без транскрипции? Я извиняюсь. Конечно. А я никогда не встречал. Надо же, как интересно. Ну, допустим, по-моему, Google, Google Translate, по-моему, не использует транскрипцию. Но лично я использую фикшный рядовка. И у нас на учебе тоже все приватили рекомендуют. Можно использовать Oxford, но Oxford это приданский вариант. Я пользуюсь Вебстером историческим. Дело в том, что на Вебстере раньше, чем на всех остальных, когда-то, появилась вот эта фишечка с прослушкой. И я с тех пор вот как-то, если что-то надо посмотреть, я иду на Вебстер. Ну, я думаю, тоже он хороший. Там американская версия чисто. Я могу сказать, что там именно американская. Ну, кто к чему говорит? Постойте. А вот как, значит, быть? Вот если я пойду на Вебстер или там на этот dictionary.com, там английское слово будет объяснено по-английски. Оно же не будет по-русски объяснено. Так что начинаю с чем-то делать? А ему больно, а ему сложно. Я помню какой-то мучительный был процесс. Вот читать о слове на языке, который ты еще толком не знаешь. Ну, ты же говорила. Для тех, кто начинает, можно использовать Яндекс.Словари. Потому что это легко всегда вспомнить. Яндекс – это крупная поисковая система в России. Яндекс, у него есть общинс там, словарик. Прям можно туда в интернет зайти и найти Яндекс.Словари. Это самый элементарный. Ну, там британский вариант, поэтому мне и не нравится. Я никогда не помню. Потому что там, во-первых, и в транскрипции не произносится «р», там не пишут «р». И, во-вторых, оно и не произносится. Допустим, элементарный пример. Every. О, не everything, но everything еще правильно произносится. Допустим, слово «элементарная машина». Car. Британский вариант просто «к» и все. Боже. Боже. Car. Car. Это же самое. Water. Это британский вариант «water». Американский вариант «was». Во-первых, water – это правильный официальный британский. Ой, американский. А если американский, скажем, когда там быстро произносят, они произносят вообще «water» или «water». Да, заглатывают. «water». Угу. Никаких не «water». Я же говорю, когда я приеду, я первый раз сказала «water», а они «whatsapp». Они думают, что я говорю вообще «whatsapp». Это было очень интересно. И вот самый лучший человек, это там не где-то тебя там записывать, а пообщаться именно с американцами или хотя бы с людьми, которые уже живут в Америке. Они уже смогут оценить, насколько вас поймут. Потому что то, что я учила в институте, в школе, это просто не соответствует реальности. А понтов-то? А понтов-то? Вот у этих, которые учат-то, правда? Они же все знают. Ну, якобы. Ну, да, ой, господи, это же прям тихий ужас. Да. Нет. Во-первых, произношение отличается. Во-вторых, такую грамматию, которую там уже никто не использует. Боже. А какую? Ну, вы же знаете, как здесь. Вообще никакой. Ну, нет, как уж никакой. Здесь, допустим, не используют времена «continuous», «present perfect continuous». Вот эти не используют времена. Допустим, если я хочу сказать, что я живу в Америке с такого-то года, я могу сказать «I have been», правильно вообще сказать «I have been living in the USA since». А так и говорят, нет? Нет, они просто говорят «present perfect» или вообще говорят «I live». И все, сокращенно. А я-то, а я-то. А вы правильно сказали? Я говорю «I have been living in the USA since» какого-то года. Устарел. 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 Ну, нет. Многие, многие, многие говорят. Владеется. Нет, не все так делают. Многие вообще так не говорят. Я могу просто сказать на своем примере. Что при этом всегда я уже поняла, в чем самая главная ошибка. Во-первых, это акцент. Потому что русские уже вонят с каким акцентом, даже все пародируют. А за это слово «water» это пример. No. Water. Мы Russian. Мы тестер. Мы джоб. Ну да. Типа такого. Так нельзя, конечно, говорить. Акцент. Во-вторых, это словарный запас. Вот это огромнейшая проблема. Это словарный запас. В чем проблема, подождите? Потому что нужно стать много... А, не хватает. У новичка не хватает слов. Словарного запаса, да. Это не для того, чтобы сами не изъясняться. Изъясняться можно там вообще простыми словами, а чтобы понимать других. Потому что американцы, вы знаете, они такие passion, терпеливые, да. Но если человек, допустим, едет устраиваться на работу, если на конкретные серии не просто путешествовать, да, в сервисе его там поймут, потому что их задача понять. Потому что он платит деньги там, если это отрезы или что-то еще. А если человек устраивается на работу, или, не знаю, там девушка приезжает замуж и выходит, ей хотя бы нужно понимать, о чем речь идет. Ну да, они так руками разводят и все. Поэтому очень важный товарный запас. А для работы, просто я могу сама сказать, когда я здесь устраивалась на работу, здесь, вы сами знаете, здесь запрещена дискриминация по любым признакам. По головы, по расовым. А по языку можно. А по языку можно. Поэтому не важно. Мы же здесь не отправляем фотографию, здесь запрещено. Я даже когда первый раз отправила фотографию в резюме. В России же это принято, в Москве обязательно. меня даже не принимали в резюме без фотографии. Здесь запрещено. Они говорят, вы убираете. Что это? Здесь вообще не должно быть такие фотографии. Вы знаете что? Есть тонкость одна. С появлением соцсетей и LinkedIn фотография перестала быть секретной. То есть вы фактически, вы можете ее не повесить, вы можете ее повесить на LinkedIn профайл и одним нажатием кнопки. Сегодня это перестало быть уже таким каким-то. Может быть это не совсем актуально, так сказать, вот это. Тем, что нельзя фотографию получать. Знаете, пишут дату рождения и пишут, что здоровье хорошее. Там excellent health. Где? В LinkedIn? Нет, не в LinkedIn. В резюме. Вот туда вот. Зарубежное резюме. Где-нибудь из Израиля будет резюме. Напишут там женат, двое детей, там хорошее здоровье. Ну может быть. Там пишут. Ну и в России также пишут. В России обязательно там возраст, семейное положение, подрождение и все такое. Поэтому здесь смотрят только по профессиональным качествам. И на интервью не смотрят. Ну вы сами знаете. Не обращайте внимания ни на внешность, ни на что. Если это, конечно, не актерское подище. То есть вы могли бы вообще-то не причесываться, там губки не красить. А как американцы здесь ходят? Американцы говорят, у вас на работе в красотках. Это правда. У девушки даже в красотках никакого мейкапа, ничего нет и все. Самое главное здесь должна быть улыбка. Вот это должна быть. Если нет улыбки, для них считается, что если человек не улыбается, значит ему «I don't care». Вообще мне это не интересует, это не важно. Главное здесь поведение, оценивание по его качеству. Мне кажется, это плюс, а не то, что там в России. Да. Да. Можно сказать за русскость. Ходил недовольный, там все это так, это не так, а почему тут, а почему там. Вот ходил, это все с постной рожей, вот и уволили. Да. Для американцев важно. Например, когда я жила в России, мне казалось наоборот, что когда человек занят работой, ему там некогда улыбаться, а здесь всегда нужно посмотреть съемку в глаза. Если человек не смотрит другому в глаза, это считается грубо, что он его игнорирует. Обязательно нужно на «How are you?» ответить и обратно тоже задать в ответ. Тоже обязательно спросить. В России мы такого не делаем. Это уже понятное дело. Глаза тоже не обязательно смотреть. В России на «How are you?» можно получить так на 20 минут рассказ о жизни. Это случается со многими. Они так говорят «Как дела?», а вдруг и бах ему туда. Здесь спрашивают это ради приличи, скажем так. Да. Ну давайте еще вернемся к ошибкам. Какие бы еще хотели заметить. По поводу произношения. Вот мы когда рассматривали звуки «se» и «bent», допустим, пример «south», «yug». Нужен быть язык нежный вайнер. С этим тяжело бороться. Я заставляю учить, прослушать. У нас есть специальная программа, я ее сама разработала, где мы четко все слова тренируем, где именно «se» звук. Никакие там не «south». «South» это потому, что вы сами знаете. «South» это вообще «south». Поэтому нельзя сказать, что я приезжаю там с юга, или я еду на юг. Это должно быть слово «south», язык между зубами. Вот это «south». 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 И это говорят все. И взрослые, и то есть студенты, которым 20 лет, получается, по-прежнему, по-прежнему, в России это лучше. Не вообще. Но «s»? Ну да, но по-прежнему говорят «south». Но это не должно быть. Потому что «south», если быстро его произнесет, очень похоже на слово «south». Поэтому это, конечно, не должно быть «south». Это ошибки, скажем так, начинающие. Следующие ошибки тех людей, которые говорят, ну, у которых уровень уже получше. Допустим, слово «can» и «can't». Но это отдельный разговор. В Америке не говорят «can't». Вы знаете, что это вообще плохое слово. Я не буду даже говорить, как оно переводится и все остальное. Его здесь лучше не произносить. Если, окей, если человек говорит только с британским акцентом, тогда поймут «окей», он из Британии, он понимает это слово по-другому. В Америке, вы знаете, какое у него значение. Поэтому нельзя миксовать акценты. Если человек уже говорит на одном акценте, нужно говорить на нем. Я, допустим, переключилась на американский и все. Говорю на американском. И в основном все наши ученики тоже учат американский вариант. Потому что в Европе везде требуется американский. Конечно, кроме тех, кто едет учиться в Англию. Допрыгались европейцы-то и уже американский им подавали. Да. Потому что Америка же страна бизнеса, все отсюда. Распользуется такая информация. Вот. Поэтому вот это слово тоже, чтобы употребляли правильно. Не can't, а как американский вариант. Can't. Can't. Американский вариант. Ну, также много различных там разных глаголов. Допустим, fill in, fill out. В Америке мы используем за полный дипликейшн это fill out application. Могут сказать и fill in и fill out тоже могут сказать. Ну да. Fill in это более… Please fill in. Вариант. Угу. Вот. Ну, это основные ошибки начинающих. Ошибки тех, кто более так скажем, продвинутый. Это ошибки по conditional sentences, условные предложения. Допустим. Пример. Когда я буду дома, я вам позвоню. Как правильно сказать? Знаете как? Я бы не стал вот прям вот так говорить. Я бы сказал I'll call you after I get home. Ну, давайте правильно сказать, чтобы было условное предложение. Допустим, когда я буду дома, я вам позвоню. Ну, я попробую, я не знаю. Значит, ну, я попробую. Так. When I come home, I'll call you. Слово буду. Не приду, а буду дома. When I'll be home. Ну, там получается I will call you. Мне не нравится это. А почему в первой части? По условному предложению у вас I will home. When I will be. Сейчас, смотрите. Когда я буду дома. I will be. Нет? А как правильно? Ну, это условное предложение. Правило так звучит, что не забывайте употреблять в настоящее время на вместо будущих в предаточном условии времени. И так далее. И так далее. И все остальные союзы. То есть, получается, условное предложение, я до сих пор за сложное правило помню, никогда не употребляется в будущее время. То есть, when I am at home. When I'm home. Ну, можно на американском говорить. When I'm home, I will call you. То есть, то, что это в будущем времени определяется не тем, что я home, а тем, что я I will call you. То есть, когда я дома, я тебе позвоню. Так, грубо говоря. Да-да-да. Хорошо. Это самая распространенная такая ошибка. Это при том, что он хотел так сказать. Потому что я, например, так его и не говорю совсем. I'll call you after six. I will call you after I come home. Ну, можно так, да. Ну, это просто один пример. Ну, даже если я приду домой, я... Вот пример. Когда я приду домой, я позвоню. When I come home. When I come home. I will call you. I will call you. I will come home. Нет. When I come home. When I come home, I will call you. Угу. Так же следующий пример. Ну, кстати, я пользу какую-то извлек. Отлично. Здорово. Следующий пример. В английском языке отсутствует двойное отрицание. То есть, нельзя сказать два раза отрицание. Допустим, I didn't do muffin. Многие так говорят, как так. Такого не бывает. Это в африканских гетто так говорят. Возможно. Но не только и русский язык. Didn't do nothing. Должно быть одно только отрицание. Либо I didn't do anything. Либо нужно сказать I did muffin. Допустим, я ничего не сделал. Так. Ну, в основном, что так говорят, да? Или, допустим, у меня нет книг. I have no books. Нельзя сказать. I have no... Какой-нибудь там еще придумал. I don't have no books. Или так вот. I don't have no books. No. Одно отрицание. Либо I have no books. Или I don't have books. Вот. По предлогам это вообще отдельный разговор. Там ошибки вообще на каждом слое у всех почему-то. Допустим, я еду в Париж. I go to Paris. Почему-то говорят I go in Paris. Они говорят, ну, in же это в. Потому что когда направление у нас появляется предлог to. In. А in это где-то внутри. Допустим. Мы говорим in the cup. В чьи in the cup. Чай? Это мне напоминает дискуссию на Украине или в Украине. Угу. Так. Ну, может быть. Ну, здесь... To Paris или там in Paris. Ну, да. Ко всем словам. Угу. Это основная такая ошибка. И модальные глаголы. Допустим, все хотят использовать почему-то инфинитив после модальных глаголов. For example, I can to swim. Так нельзя говорить? Я не могу плавать. Да, в русском языке там инфинитив идёт, но в английском нет. I can swim. Угу. За исключением have to. После have, соответственно, идёт уже to. Угу. Мне пришлось что-то сделать. I have to go. Или там мне пришлось идти. I have to go. Там уже пределат модальный глагол. To go. Я понял. То есть они пытаются поставить to после глагола must. Например, да? I must to go. Угу. То есть если I have to go, это нормально. I must. I must go. А какие там... Какие там у нас модальные-то ещё? Так уже, чтобы так раз уж начали про модальные. Значит, must, should, can. Всё? Ну, это и самое распространённое. Ага. Там ещё might, но он так не используется практически. Но в Америке вообще используют have to. Никто не говорят там I must go. I have to go. Это мягче. I should go. I should go. Угу. Следует. Но это не должен на следует переводиться. Угу. По поводу модальных глаголов. Вообще, надо сказать, что некоторые... Употребление некоторых слов вызывает удивление. То есть когда я первый раз, там, допустим, услышал слово sure, то есть я знал слово sure, это значит, ну там, да, как в школе учат, но не в школе, но там. А, допустим, он берёт у тебя деньги, там, и там thank you very much, sure. Угу. Да. Thank you very much, sure. Я думаю, а смысл где? Вот так по словарю не получается. Может, это сленговое такое, я даже не знаю. Ну, всё, это забота, ну, окей. Окей, да, sure. Конечно, ещё такое вот, sure. Ага. Ну что же, давайте, знаете, что сделаем? Давайте всем, кто учит английский, пожелаем, чтобы они его таки выучили. А тем, кто уже выучил, пожелаем, чтобы они ещё лучше его выучили. Ну, я, наверное, другое пожелала. Давайте. Договорили. Учить можно бесконечно. Да, это правда. Мне сказали изначало. Так. Нужно практиковать. Вот как я на занятиях прошу, допустим, с первого же урока говорить на английском языке. У нас пришла недавно женщина, занималась этим почти 50 лет. Она говорит, нет-нет-нет-нет, что вы, я вообще не смогу никогда говорить, мне так, чуть-чуть выучить просто для путешествий. Я говорю, нет. Или учите на занятиях сразу на английском говорить, или нет. Потому что я не хочу какую-то там туру, как говорится, делать в школе, просто дать знания, потом человек скажет, я ничего не знаю, я даже не могу говорить по-английски. Нет. Я её заставляю, и она говорит, на самом деле говорить-то несложно. Так почему не разрешают в школе разговаривать по английскому, институте тоже? Не разрешают? Ну, у нас почему-то не говорили никогда в школе. Фактически. В институте ещё чуть-чуть, но там с ошибками предатель даже с нами говорили. С акцентом русским, не то что там британским. Но что предатель зачастую сами не были заграницей. Они кто? Они такие же бывшие студенты, у которых опыт работы небольшой. Но это для меня лично, побывать здесь, в Америке, было намного больше опыта, чем я, допустим, училась в школе в институте за эти 15 лет. Ну, потому что вы какую-то базу получили. Здесь вы полирнулись, приобрели форму какую-то. Понимаете? А если не полирнуть, то и формы нет. Так вот ты ходишь бесформенной. Нет, я видела по поводу произношения. Я это и говорю, да? Нет, конечно, база должна быть. Вообще, как строится английский язык? Это как дом. Фундаменты должны быть грамматика. Стены, скажем, это словарный запас. А крыша – это уже акцент, продакшен, акцент его уменьшения. И тогда получается полноценный дом. Но если нет фундамента, дом развалится. У меня одни стены, получается. У меня словарный запас большой. Правил я не знаю. Ну, то есть, я говорю… Дайте, знайте правил. Потому что, я когда спрашиваю, вы же знаете глоболки. Я на прикладном уровне знаю. Как правило, я не могу его записать или кому-то рассказать. Я не знаю. И не читал никогда. Но вы уже столько в Америке живете? Да. Такое большое промежуток времени, что можно сказать, вы уже… Я могу себе позволить не знать. Ну, можно сказать, что у вас уже на автоматическом уровне. Да, это правда. Свернулось. Оно свернулось уже давно. Многие говорят, что я приеду в Америку и быстро схвачу. Нет. Это нереально. Если сейчас в Евгении, конечно. А есть люди схватывают. Я видел таких. Они схватывают быстро. Но обычно это молоденькие. И какие-то они могут музыкальные быть. Или что-то такое у них в жизни было. Или просто какой-то талант невероятный. Бывает, человек приезжает 20 лет, там через пару лет говорит, акцента нет. Понимаешь? В 20 лет приехал, говорит без акцента. У меня такие девчонки есть. По-русски говорит акцент прямо страшный. По-русски с акцентом сильным говорит. И все говорят. Это она специально. Она же не может за два года так забыть русский язык. Может. Очень может. Если люди цеплющие, они так бах и подцепил и пошел. Угу. Ну может быть на русский язык. Ну не нужно забывать. Нет, конечно. Просто акцент. Получил вот дилем. Мы не забывать русский язык. Мы его помнить very well. На самом деле, преимущество вообще общаться на двух языках. Я просто служу по своей работе. Допустим, я бы общалась только на английском. Допустим, как американцы. Потому что когда я осталась на работе, я думала наоборот это минус, что я не американка. Ну у меня там, у меня грекарта, почти гражданство. Но все равно я думала по сравнению с американцами я нахожусь ниже. Но на самом деле, в дальнейшем главное попасть в компанию. А в дальнейшем это наоборот плюс. Потому что очень много русскоговорящих. Особенно в Лос-Анджелесе. И так у нас компания international, международная. То очень много клиентов, а это у нас инвестиционная компания. То есть много людей инвестируют в русскоговорящих. Так что это наоборот и карьерный рост еще быстрее. Это и в банке, и в страховом бизнесе, и в розничной торговле. Есть спрос на языки. Я помню, я по Париже шел. Так там все эти арабы, вот они торгуют, подскакивают. По-русски что-то тебе кричат. Там по Иерусалиму идешь. По-русски тебе... Услышав, что мы говорим по-русски, люди, которые в торговле там, да, они подхватывали на многих языках. Поэтому языки – дело хорошее. Угу, согласно. Поэтому не нужно забывать там свои говорить. Что я бы на английском говорила. По-русски это плюс. Там обычно сам ты не забываешь, но проблемы с детками. Вот иногда бывает, что очень сложно в ребенка впихнуть, чтобы он не забывал. Некоторые дети так естественно поддерживают, а некоторые из них просто вышибают и все. А если там в полтора года отдать в садик американский и все кончилось на этом. Дома разговаривают на русском? Дома? Дома. А отказываются, не хотят. Не говорить с ними вообще, не отвечать на английский. Да, да. Это по-большевистски прямо так. Только на русском. Так нет, у нас много друзей здесь. Допустим, у них дети родились здесь. Они никогда не общались за пределами штатов. То есть ни с кем. И они идеально говорят по-русски. Я говорю, а как вы знаете? Ну вот, книжки читаем, общаемся. В школу они ходили. Конечно, они плохо читают, пишут, не очень хорошо. Ну отлично. Значит там бабушка рядом есть и что-то такое. Родители родители. У них есть условия. Ну отлично. Свет, давайте я не буду вас больше там задерживать. Я знаю у вас планы всякие творческие. Давайте мы ребятам всем пожелаем успехов в языке, в эмиграции, вне эмиграции, вне языке. Ну вообще вот все, что делают люди по жизни. Пусть у них все будет хорошо. Да? Да. Присоединяюсь к плохим словам. И хочу сказать, что не нужно долго думать, раскачиваться. На английском есть такое выражение «just do it». Если что-то решили, нужно делать. При этом, если у меня какая-то идея пришла, я ее сразу воплощаю. Я не думаю долго. Вот мне нужно было в этот сайт создать. Я не думала, как, когда, чего, как, с кем советы не взяла, сделала его. Или что-то еще. Вот так же школа английского языка открыла. Потому что когда человек долго думает, у него идея исчезает, проходит, вообще не нужно ни с кем консультироваться, ничего. Я всегда вот если так делаю это. А если вот, я извиняюсь, молодой человек понравился, вы ему что скажете? Ты мне нравишься? Или вы как-то, ну, как-то вы по-другому дадите понять? Ну, у меня еще такого не было, чтобы я там… Я еще пока не замужем. Если бы я в кого-то сильно влюбилась, я была бы уже замужем. Наверное. Понял. Ну, значит, а вам тогда пожелаем, чтобы влюбились. Ну да. Спасибо. Ну нет. Ну, если мне кто-то нравится, понравился бы с ним, конечно бы. Почему бы не сказать? Хорошо. Ладно, ребят, тогда до встречи. И я надеюсь, мы с вами не последний раз беседуем, вы у нас становитесь как бы таким частым гостем. Окей, спасибо. 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 На следующий урок пусть подготовят вопросы. Так. Вопросы пусть напишут прямо вот в комментариях к видео, тогда, конечно, у нас будет больше конкретики, чтобы обсуждать. Больше будет похоже на урок, потому что так мы больше трепемся. Угу. Потому что мы сейчас разобрали ошибки начинающих, но не все же ваши слушатели начинающие. Кто-то, допустим, хочет экзамен сдать, кто-то, допустим, работающий, то, конечно, для них это вообще не проблема, эти ошибки, это уже пройденный этап. Есть более такие серьезные ошибки, поэтому пусть они напишут, что их интересует, и мы на следующий урок разберем. А знаете, я напоследок расскажу. Вот это вот «Give me, please». Значит, там «Передайте мне карандашик». Там «Give me, please, the pencil». Они вот этот «Give me» воспринимают буквально как «дай, дай мне его». Не совсем «дай». Ну да, «Give me» это тоже переводится «дай ка». Все повелительные наклонения переводятся как в грубой форме «ка». Нельзя так говорить. «Can I have» или «May I borrow»? Могу же одолжить, взять. Так что, друзья, если чего хотите, чтобы вам дали, не говорите «Give me». Да, а скажите там «May…» «May I have»? «May I borrow»? «May I borrow your pencil, please». Как бы все будет правильно и культурно. Счастливо. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо. Спасибо.